По доброй традиции празднование распределят по разным площадкам города. Гимн России и мотопробег с участием клуба «Ночные волки» откроет череду мероприятий возле муниципального культурного центра. Пробег проследует от площади Победы до Центрального парка культуры и отдыха Зеленого театра, где и пройдут основные праздничные мероприятия. Это и выступления танцоров, лауреатов «Черного котенка», концерты, фестиваль патриотической песни. В Кремлевском сквере в это время будет проходить фестиваль «Нарядная Рязань», в рамках которого состоится дефиле в народных костюмах. Рязанские коллективы из районов и областного центра будут демонстрировать свои таланты с 10 июня, когда стартуют «Кремлевские вечера». И в этом году лейтмотив мероприятия – особенности культуры Рязани и значение ее в истории и общем культурном наследии страны. Нам приедут коллективы, этнографические коллективы, аутентичные коллективы из различных районов Рязанской области. Для того, чтобы продемонстрировать детализационный рязанский костюм, надо сказать, что с точки зрения этнографии Рязанской области есть что показать, есть чем удивить. И с точки зрения изученности Рязанский регион самый богатый в центральном федеральном округе. А на улице Салтыково-Щедрена краеведы и историки будут читать лекции, рассказывать о наличниках как символе деревянного зодчества, коим когда-то славилась Рязань, и проводить экскурсии и мастер-классы. Новая площадка, Есенин центр, Салтыково-Щедрена 21. Отдельно хочу про это рассказать, потому что ни в каких массовых мероприятиях эта площадка ранее не была использована. А теперь здесь, на этой площадке, будет очень интересная выставка наличников. И экскурсовод расскажет о семантике наличника, то есть о том, какое значение имеет каждый знак в этом наличнике, в этой резьбе. В общем, интересное, какое-то свежее такое культурное мероприятие. Спортивные состязания в честь праздника стартуют на Лыбецком бульваре уже 10 июня. Забеги с ценными призами, турнир по стритболу. А 12 июня в лесопарке пройдет турнир по баскетболу. В разных уголках города людей будут ждать фото зоны, народные игры и хороводы, а также мастер-классы. Подарок горожанам подготовили бесплатные экскурсии и посещение музеев. Нужно лишь выбрать интересующее на сайте мэрии и записаться по телефону. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».